Поставки электроэнергии в Крым могут возобновиться в ближайшее время в объеме не более 250 мегаватт. Такая договоренность была достигнута инициаторами гражданской блокады Крыма с президентом Украины Петром Порошенко, сообщил народный депутат Украины, глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров. Напомним, полуостров уже третью неделю остается без света вследствие подрыва электроопорной Херсонщине и недопуска к ним ремонтных бригад участниками акции на админгранице. Что будет происходить в Крыму, если эти 220 мегаватт туда пойдут? Они, благодаря этим мегаваттам и тем, которые производят в Крыму или уже начали отрабатывать из материковой Росии, они, если захочут, могут полностью обеспечить потребы граждан и социальной сферы. На жаль, мы думаем, что они этого делать не будут. Они будут значительной частью этой электроэнергии снова спрямовывать на военные части. По информации Чубарова, общая потребность Крыма в электроэнергии составляет более 1000 мегаватт. Такого объема хватало для обеспечения всех нужд крымчан. Однако этой же электроэнергии на полуострове также обеспечивались российские воинские части и оккупационные спецслужбы. Прекращение поставок электроэнергии с материковой Украины повлекло за собой множество проблем. А полуостров уже третью неделю живет в режиме чрезвычайной ситуации. У вас тоже света не дают. Пошли домой. Идем. Мы же не знаем, как там на Балаклавском, на Моггольце, на Маршала Жукова. Вот говорят, что там все время горит свет. Почему говорят? Его видно с нашей? А здесь выключают, конечно. Здесь выключают. Участники гражданской блокады Крыма заявляют, что не допустят возобновления подачи электричества на полуостров, поскольку считают это предательством государственных интересов Украины. Крымчане, с которыми общались журналисты службы новостей «Волна», теперь тоже отказываются от украинской электроэнергии, несмотря на все сложности, с которыми они столкнулись из-за ее отсутствия. Возобновить? Да мы уже настроены, чтобы Россия уже с Украиной, вы знаете, как сейчас, не особенно как-то. Не очень надеемся на них. Нас они уже подвели, так что надежды очень мало на нее, на Украину. Боже, упасть, зачем? Они нам такую паку сделали, и еще, значит, так сказать, идти у них на поводу нет, нет, ни за что. Что бы вам сказать? Пусть они кушают ее сами. Ой, 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 нет, не надо, не надо. С Украиной надо разделываться. Переговоры с украинскими властями о возобновлении подачи электроэнергии на полуостров продолжатся. Инициаторы гражданской блокады Крыма требуют, чтобы ее объем был ограничен. А из договора о поставках была исключена формулировка «Крымский федеральный округ».